друзья всем привет вы смотрите канал sky hd мы сегодня попали в поле и будем фотографировать звезды вы давно просили записать видео на эту тему ну собственно поехали разбираться как это делается значит для начала нам понадобится обязательно это штатив без штатива в принципе ну такая съемка довольно сложно будет поэтому штатив нам нужен в обязательном порядке практически любая камера и в принципе любой объектив то есть я приложу к этому видео фотографию которая была сделана на canon 350d с китовой оптикой на широком угле то есть вы посмотрите что на эту оптику тоже можно снимать на эту технику тоже можно снимать нам сегодня повезло немножко больше у нас диафрагма 2 и 8 на объективе это широкоугольник 14 миллиметров довольно интересный объектив в принципе для такого рода съемки он очень очень хорошо подходит и камера canon 100d 18 мегапикселей матрица ну довольно неплохая камера в принципе на нее получается делать неплохие снимки мне нравится что нам надо сделать во первых значит необходимо уяснить что когда вы снимаете astro пейзаж резкость должна быть наведена либо на объект съемки если это что-то на переднем плане у вас есть какой-то герой там ну не знаю возможно вот колосок такой до использовать вот примеру кстати очень интересно смотрится в контровом свете то есть вот я сейчас просматриваю и обязательно сделаю такой снимок это будет очень интересно для съемки мне он очень нравится хороший красивый образец и так о чем мы значит резкость должна быть либо на предмете съемки то есть в данном случае на нас идет резкость либо ну на нас имеется виду на мне и на камере либо на бесконечности то есть звезды должны быть точками в целом если вы не хотите подчеркнуть какой-то предмет на переднем плане естественно имеет смысл наводить резкость на бесконечность ловить звезды точками поначалу кажется что это невозможно или очень сложно честно говоря надо калибровать свой объектив чтобы когда вы выходите в следующий раз в поле вы четко знали где находится бесконечность просто навели ее и делали снимки вот лучше всего это делать с ноутбуком то есть довольно удобно вышли подключили камеру к ноутбуку сразу на большом экране посмотрели есть резкость нету резкости сделали повторные кадры и в целом очень быстро можно поймать бесконечности дальше снимать на бесконечности дальше что мы должны сделать это подобрать и со подходящие и выдержку с диафрагмой вроде бы все понятно надо ее открывать на полную тогда получите более как бы про экспонированную картинку если прикроете немножко диафрагму можете получить звезды точками то есть если к примеру будете стремиться получить очень хорошую резкость на переднем плане то имеет смысл тоже немножко прикрыть диафрагму но тут уже как бы полет для творчества огромен вот все таки больше хочется поговорить по исо и выдержки значит исо подбирается экспериментальным путем в зависимости от того какую камеру вы используете ну вот к примеру для canon 350d исо больше чем 800 использовать можно если нету луны к примеру то картинки получаются на 1600 довольно неплохие но в целом больше чем 800 там использовать не очень мне нравится вот эта камера вот к примеру просто да я конкретно говорю она позволяет делать исо 1600 довольно хорошо как без луны так и с луной по звездам но все-таки стараюсь придерживаться такого правила значит без луны я фотографирую на исо 1600 и более если есть луна снимаю на исо 800 смысла ставить больше исо никакого нету не вижу по крайней мере если никто это расскажет я с удовольствием послушаю но я не вижу смысла снимать на исо больше чем 800 объясню почему потому что во первых тогда появляется много шума на небе и так пересвеченном в принципе светом луны вот ну и во вторых вы все равно больше звезд чем есть не получите млечный путь по большому счету при луне не виден вот это такие тонкости о которых в принципе имеет смысл знать и принимать к сведению вот ну конечно вы можете попробовать экспериментальным путем может быть у вас получится что-то лучшее на других исо но в моем случае это так по поводу выдержки выдержка довольно интересные извините я могу немножко смотреть в прожектор они в камеру выдержка это подбирается совсем индивидуально дело в том что у каждого человека перфекционизм чувство перфекционизма но разное и кому-то скажем звезды кажутся еще точками на более длинных выдержках кому-то на более коротких выдержках честно говоря мне когда я вижу штришки вот такие небольшие на астрофото мне они режут глаз хотя если посмотреть например там стандартные wallpaper к примеру одно из там операционных систем то там они используют звездное небо со штришками в виде ну звезд видео колбасок так называемых то есть их это не смущает ну в принципе для не заточенного глаза ничего страшного в том что у вас там звезды не точками нету это могут оценить только немногие люди поверьте мне хотя я сам стараюсь чтобы у меня на фотографиях не было много шума не было звезд скажем так колбасками но тем не менее немногие люди могут оценить насколько действительно технически правильно исполнен ваш снимок вот поэтому и со мы разобрались вроде бы да то есть 1600 но можно больше в зависимости от шума матрицы а вот с выдержкой правило есть 500 правило 600 что это значит 600 делим на фокусное расстояние объектива получаем некую цифру и именно эту цифру в секундах мы можем поставить в виде выдержки то есть например фокусное расстояние этого объектива 14 миллиметров значит 600 если поделить на 14 миллиметров получаем там порядка 45 наверное секунд выдержки то есть что мы можем сделать тут надо сделать поправку на кроп кто бы как там не считал не рассказывал но тем не менее поправку на кроп надо делать соответственно кроп в этой камере 16 соответственно фокусное расстояние я уже беру не 14 миллиметров а 24 миллиметра вот что тоже не является правдой потому что больше 20 секундах уже звезды получаются не точками а скажем так колбасками ну это мое личное ощущение и скажу честно использую я выдержку всего 13 секунд хотя вот сегодня мы сделаем специально серию кадров на разных выдержках и посмотрим что у нас получится друзья вы извините что я в таких неудобных условиях снимаю видео на корточках сижу но по-другому подсветить себя не получается да и собственно видео сегодня у нас не об этом мы продолжаем и так как снимать звезды значит правило 600 либо 500 гласит о том что мы должны 600 либо 500 соответственно разделить на фокусное расстояние нашего объектива при всем при этом мы должны учитывать crop factor то есть если фокусное расстояние 14 миллиметров crop factor 16 получается где-то 24 миллиметра пересчитываем 600 поделить на 24 то есть получаем уже другую выдержку при всем при этом мы делаем это скажем так отправная . сделайте снимок на такой выдержке и посмотрите что именно у вас получится если звезды точками либо не точками не удовлетворяют ваше чувство прекрасного то делайте значит выдержку меньше если вы чувствуете что можете увеличить выдержку скажем так и вам не будет это резать глаз значит увеличивайте выдержку вот ну сейчас мы сделаем серию снимков значит сделаем снимок на 13 секундах 15 20 25 и 30 секундах больше я делать не буду мы сделаем по несколько снимков и дальше потом будем обрабатывать это дело на компьютере потом поговорим как это дело обрабатывается значит я знаю где у меня находится бесконечность на камере я не раз уже снимал поэтому приблизительно выставляю эту точку на объективе делаю контрольный выстрел проверяю чтобы все было правильно значит у меня сейчас такие будут параметры диафрагма 2 и 8 резкость наведена на бесконечность iso 800 используем и выдержки как я уже сказал мы будем делать разные от 13 до 30 секунд посмотрим что у нас получится на пост обработке какой готов материал мы получим я начинаю снимать так примерно здесь находится бесконечность камера в мануальном режиме на этой камере кстати очень удобно я сейчас попробую показать что мы можем сделать смотрите значит вот так вот выглядит наша камера канон 100d я надеюсь там видно если не видно значит вырежем и у нас есть такая интересная опция как да фон экрана смотрите раз и мы получаем красный режим этот режим очень полезен если вы снимаете ночью дело в том что красный свет он не так сильно сбивает адаптацию к темноте адаптация это довольно серьезный нюанс при работе в темноте поэтому очень очень полезная вещь я рекомендую использовать если у вас такое есть ну собственно мы продолжаем значит у нас iso я выставляю на 800 как я уже сказал но диафрагма у нас открыта полностью и выдержку мы начинаем с 13 секунд вот так вот поскольку я сейчас не хочу бежать за пультиком не хочу вот не хочу бежать я делаю следующее я выбираю отложенный старт на 2 секунды это сделано для того чтобы не было смаза от того как я нажимаю на кнопочку понимаете то есть когда мы нажимаем на кнопочку микросмаз все таки есть то есть мы чуть-чуть но двигаем камеру поэтому я что делаю я беру вот так вот навожу на нашу прекрасную луну и юпитер который у нас сейчас вот рядышком сегодня очень интересное астрономическое явление вот я нажимаю до 12 поехала экспозиция сегодня единение юпитера и луны они в 3 градусах друг от друга и сейчас мы сделаем снимок снимок естественно не удастся почему потому что луна будет пересвечена у нас все верно на 13 секундах по другому и быть не может вот юпитер скорее всего про экспонируется на кадре вот и будет виден на пост обработке вот я его вижу даже здесь но это конечно не тот кадр который мы хотели бы получить при фотографировании такого объекта то есть луна сильно яркая и смысла фотографировать ее на такой длинной выдержки нет мы сейчас уменьшаем выдержку примерно до я думаю 2 3 секунд 2 наверное будет достаточно и делаем повторный кадр и так намного лучше то есть уже не так высвечена луна уже виден юпитер довольно отчетливо вот он хорошо виден и рядышком с ним даже какая-то звезда влезла мы еще уменьшим выдержку наверное до полсекунды и сделаем снимок огонь и вот уже уже мы получили довольно интересную картинку то есть у нас есть какая-то луна есть не пересвеченный практически передний план но на широкоугольный объектив мы не сможем получить хорошую красивую луну то есть мы можем снять только пейзаж для того чтобы снять луну нам нужен будет длинный фокус и мы им обязательно воспользуемся сворачивать объектив без апертурной крышки это чревато тем что вы его повредите поднимаем диафрагму до 11 из попробуем то соточки опустить и огонь а у нас все еще луна без деталей уменьшаем выдержку делаем одну 15 огонь лучше диафрагму держать поджатой тогда больше деталей получите и вот собственно детальки уже прорисовываются на луне принципе уже даже что-то получилось но нам наверное надо все таки еще короче выдержку где-то одно сороковую при таких условиях стрельнуть раз и вот я смотрю что юпитер конечно у нас слабенько виден друзья что сегодня интересно есть такое понятие как единение каких-то астрономических тел в данном случае сегодня луна и юпитер сближаются довольно близко на 3 градуса угловых это ну по меркам скажем так к астрономическим это довольно близко вы видите это на снимках которые были сделаны вот то есть что хотелось бы сказать все таки звезды точками это ваше сугубо личное ощущение перфекционизма ощущение прекрасного то есть каждый выбирает для себя сам сколько выдержки дать сколько iso добавить на своей камере кому-то шум не режет глаз кто-то при маленьней малейших скажем так не резкостях либо лишним скажем уровне шума начнет уже паниковать и говорит нет мне это не нравится очень много решает постобработка это факт поэтому поэтому все экспериментальным путем вот я привожу параметры которые использую я как я делю я использую 250 цифру и делю на фокусное расстояние дальше уже от этой цифры отталкивают вот но но в целом пробуйте 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 еще раз пробуйте практика это это наше все без практики фотография не получается поехали поехали домой и как у